Дорогие мои подписчики и гости моего канала, я вас приветствую, вы в гостях у Елены на моей кухне. И я, конечно же, продолжаю снимать видео рецепты различных блюд новогодний стоп 2017 год. У меня есть такая рубрика, так что заходите. Также на моем канале есть еще рубрика салаты, вы тоже можете себе там выбрать. Также на моей рубрике есть еще салаты в новогодний стоп 2016 год и еще один год. Так что можете выбрать и там, может быть, что-нибудь там вам подойдет. Хочу сказать, что много рецептов есть, пожалуйста, прогуляйтесь по каналу и, может, что-то себе выберете. В прошлый рецепт я показывала вам, как я готовлю гранатовый браслет, а в этом рецепте у меня будет салат тоже не менее вкусный, не менее красивый. Это малахитовый браслет. Так-то этот салат называется малахитовая шкатулка, а я его буду оформлять в виде кольца, и он у меня будет малахитовый браслет. И будет очень вкусно. Вы, наверное, уже поняли, о чем я здесь буду идти. Значит, салатик киви. Будет очень красиво и очень вкусно. Вместо гранат, не вместо гранат, а как мы украшали браслет гранатовый, так мы будем украшать и малахитовую шкатулку. Там гранат, здесь киви. Ну что же, начнем. Все ингредиенты я оставлю в описании рецепта. И что хочу сказать. Здесь тоже есть моя изюминка в этом салатике. Какая? Я этот салат делаю с уткой. Так-то он идет с курицей. Я готовлю его с уткой. Это грудки уток. Очень вкусно. Вы же готовьте на ваш вкус. Как хотите вы. С чем хотите вы. Я имею ввиду с куриным. Или грудкой, или просто бедрышки там. Но я делаю вот именно с отварной грудкой утки. И вот я высыпаю сюда. Этот салат мы будем смешивать. Можете послойно, пожалуйста. Дело ваше. Нарезайте кубиками. Она у меня, я очень сильно ее отварила. Я люблю, чтобы она нежненькая такая была. Она прямо на волокна у меня, видите, разделяется. Поэтому я нарезала кубиками. А дальше она, вот эта грудиночка, будет разделяться, расщепляться на волокна. Дальше у нас идут яйца. Сюда. Вот. Затем мы добавляем сюда сыр. Твердый сыр. Любой сыр, мои хорошие. Какой вы хотите. Какой вы хотите. Морковка и чеснок. Тоже сюда. Вот. Вот такая красота. Что я буду добавлять дальше. Сюда идет изюм. Я буду добавлять сюда изюм и клюкву. Я сюда добавлю еще клюкву. Изюм нужно отмочить сначала. Чтобы он был такой вот мягенький. И в то же время я добавляю и клюкву. Вот. Это клюква моя, сушеная. Я вам показывала, когда я сушила. Храню я ее вот в таких вот пакетиках. Между делом покажу вам. Это пакетики от чая. Я чай выпиваю. Пакетики не выбрасываю. И храню здесь клюковку. Вот. Подписывайте обязательно, чтобы вы как бы знали, что это у вас в пакетике, чтобы не лазить туда. Итак. Добавили мы сюда с вами вот такую вкусняшку. И заправляю я опять-таки. Это сметана у меня с горчицей. С дижонской, либо с английской горчицей. Можно простую. Я просто простую в салатах не употребляю. Поэтому вам и говорю. Но сюда, если у вас нету, можно и простую. Там, если вы будете класть, опять-таки спросите, сколько нужно будет горчицы, вот в данном случае, то опять хочу сказать на ваш вкус. На ваш вкус. Хотите много, хотите мало. Солим обязательно наш салатик. Опять-таки по вкусу. Также мы перчим наш салатик. Немного, чуть-чуть. Если вы любите. Если вы не любите, не перчите ни в коем случае. И все это мы с вами размешаем тщательно-тщательно. Можете добавить больше сметанки. Или майонеза, опять-таки, что вы хотите. Или же можете добавить меньше. Это дело ваше. Но я хочу сказать, что салат все равно должен держать формочку. Вот, чтобы не текло. Много не надо. Все должно быть умеренно. Потому что мы наш салат будем формировать. Это ладно, если вы просто выложите на салатник, на тарелочку красивую и все. Но я буду подавать этот салат и всегда его подаю. Когда я его узнала, этот салат, я его делаю именно так. Он мне очень нравится. Я добавила свою изюминку, как всегда. И вот так вот выкладываю его очень красиво. Вот так. Размешаем как следует наш салатик. Сверху мы будем украшать. Я уже говорила. Вот. Очень красивый будет. Малахитовый браслет. У меня еще есть янтарный браслет. Я вам и такой покажу. Вот. Вы можете носить тоже свои вкусы, свою изюминку в любые, в любые салатики. И, как всегда, уже два года вам демонстрирую свои лопатки. Если не три. Еще 2014 год я это показывала. Вот. Поэтому ими очень удобно мешать. И очень удобно с любых, любых форм, тарелок, всяких разных, убирать. И крема, и салаты, и формировать салаты. Очень удобно подбивать. Не лопаточкой, как все раньше делали. Не специальная такая лопатка кулинарная. Не ножом, как тоже советовали. Не раз. А вот именно таким образом. Итак. Как всегда, моя любимая тортница для оформления тортов. Вот так. И сегодня я буду свой салат подавать вот такое вот красивое блюдо. Я вам делала уже обзор. Все, что у меня есть, не спрашивайте в рецептах, мои хорошие. Есть обзоры. Сразу говорю. Обратите внимание. Есть обзоры. И, как всегда, я сейчас свой круг положу, чтобы не испачкать блюдо. Ну что ж, мои дорогие. Готов мой замечательный салатик. Малахитовый браслет. Вот такая красота. Больше я ничегошеньки не буду сюда класть. Не буду ничего украшать. Но у нас тут с вами есть внутри изюмчик. Можно по краю вот здесь вот изюмчиком тоже еще украсить. Но он для меня и так хорош. Смотрите. Желательно, чтобы попадался у вас, киви попался у вас, скажем так, спелым. Очень даже хорошо для того, чтобы и потоньше нарежьте, чтобы ему можно было прилепить, чтобы он не торчал, чтобы был кругленький-кругленький, вот как у меня. Просто обычно. Я не стала показывать это, чтобы не было долго, потому что все нервничают, что долгое видео. Но тут ничего такого нет. Покрываете все-все. Видите, я один слой вот так. Второй. Помешними были щелочки. Я еще по одной, значит, долечке. И здесь вот впереди, видите, два. По два. И внутри обязательно проложите вот здесь вот, чтобы было все красиво. Вот. Вот здесь вот тоже очень красиво можно украсить. Украшение, повторюсь, это на ваш вкус, мои дорогие. И очень прошу вас, чтобы вы всегда это понимали, потому что многие говорят, что вот тут не так, там не так, я бы вот так. Так я бы вот так делайте, мои дорогие. Вкладывайте свое, вот все умение свое, все, что у вас есть, всю фантазию. И это будет ваш салат. Свою изюминку вносите, как несла и я. И на этом я хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого-самого доброго, самого хорошего, предновогоднего вам настроения, здоровья, мира, любви и добра. Вы были в гостях у Елены. И если же вам было уютно у меня в гостях и понравился вам мой салат, который называется Малахитовый браслет, очень вкусный и очень красивый, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и, конечно же, оставляйте комментарии. Ваша Лена. Пока-пока.